Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Уже год как я работаю на позиции в небольшой компании, в которой мы развиваем технологии. В позиции генерального директора. Я смотрю на себя и на свое окружение и начал задаваться вопросом, что я делаю не так. Все вокруг в моем окружении зарабатывают большие деньги. Работают наемными сотрудниками. И общаясь с ними, я подкидываю им идеи для направления развития их бизнеса. Они не додумывались, хотя мы на равных позициях или они выше. Я топчусь на месте, хотя мы делаем много проектов, у нас много креатива, много пиара. Мы в повестке, но в денежном эквиваленте не получается увеличить свои доходы. В мае месяце мы не выполнили план и даже по показателям хуже прошлого года мая по выручке. У меня всегда был плюс от года к году, а тут получается минус. У меня состояние непонятности, страха, мне стало очень грустно. И знаете, я начал внутри себя рассуждать, что я активный, ответственный, креативный, и людей к себе располагаю честный, позитивный. А совесть мучает впервые, появилась боязнь, что скажут учредители про невыполнение плана. Еще я задумался, что я делаю не так и почему я не могу увеличить доход. Сергей, ну, совершенно очевидно, что причин может быть несколько. Первая и самая такая вот, которая на поверхности лежит, это то, что в определенный момент по достижению определенной планки, да, вот, определенного уровня, вы, значит, ну, перестали справляться. То есть тут нужно или квалификацию повышать, да, вот, или консультанта нанимать, вот. Или отдельно, значит, отдельно финансового директора ставить. То есть, ну, человека, который управлял бы денежными потоками вашего. Вот. Но, я думаю, что вряд ли вы за этим пришли. С точки зрения, например, колча, ну, вероятно, вы неверно ставите цели. Вот. Неверно ставите цели и, соответственно, неверно к этим целям идете. То есть, вот, ну, ну, некорректная постановка цели приводит к тому, что, вот, у человека что-то не получается. Но лично меня, поскольку я не являюсь не консультантом в какой-то финансовой сфере, не коучинг, вот, лично меня смущает, смущает следующие моменты. Первое. Это то, что вы как будто бы сравниваете себя с другими людьми, то есть вы, вот, ну, смотрите на других людей, вот. Что говорит о том, что как-то вот опереться на себя вам, ну, сложно, да, что вам нужно вот смотреть на других людей, да, и как-то вот, ну, в этом вот сравнении, да, себя, ну, находить, например. С точки зрения психологии сравнение себя с другими означает базовое недоверие себе, ну, то есть невозможность положиться на себя. И с точки зрения психологии сравнение себя с другими означает, что у человека есть, знаете, вот, некие такие, как бы так сказать, табуированные темы, которые человек не решается обсуждать, то есть, ну, по сути, вот, человек не решается спросить о чем-то. Что его, например, как-то, ну, волнует, да, что его, например, как-то беспокоит, что, ну, о чем бы он хотел поговорить, например, опять же. Вот. И так далее. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, вот, проблематика заключается в том, что вы сравниваете себя с другими людьми. Это первое, первое, что бросается в глаза. Нужно это посмотреть, да, вот, то есть вы, когда думаете о том, что у вас, там, ну, падает доход, да, вы это думаете и видите, как будто бы в контексте, понятно, что я могу быть не прав, но как будто бы вы это видите в контексте, вот, сравнивано только. То есть, вот, например, в этом году у меня, там, грубо говоря, ну, грубо говоря, доход не вырос, я это понял, да, потому что смотрю, там, на других людей. То есть, такой ход мысли. Да, вы пишете о том, что у вас появился страх перед учредителями, вот, что они скажут, из-за того, что вы не смогли увеличить прибыль, вот. Да, это может быть, как с подачей тех, кто вас окружает, так и с реальных требований, вот, ну, например, этих самых учредителей. Но, на мой взгляд, любые, любой адекватный инвестор понимает, что каждый год доход расти не может, вот, то есть, ну, будут какие-то неудачные месяцы и так далее, вот. Поэтому тут, скорее, история про то, что вы, значит, вот, помимо сравнивания себя с другими людьми, да, еще подсказываете идеи этим людям. Вот. Это меня тоже несколько смущает, вот. Почему? Ну, дело в том, дело в том, что, конечно, можно подсказывать идею, вопрос в том, вот, вот, не чувствуете ли вы обделенным себя, да, то есть, если у вас есть креативные идеи, ну, что-то новое, вот, вы, скажем так, видите, да, генерируете идеи, то вы же можете это использовать сами, а если вы это не используете, но просто делитесь с другими, то получается, что вы себя как будто бы ущемляете, вот. Получается, что вы как будто бы себя обделяете, получается, что вы не реализуете свой потенциал. Засекает вопрос, для чего вы подсказываете людям идеи? Делаете ли вы это из альтруизма? Или чтобы доказать, что вы достойны, что вы ровнее им, или самоутверждаетесь, или считаете, что сами недостойны, ну, этих идей, что, например, у вас не получится. Если, допустим, реализовать эти идеи. Вот. То есть, тут много довольно вариантов, довольно много возможных вариантов развития ситуации. Вот. Вот. И я думаю, я думаю, что абсолютно все из них, да, нужно изучить. Нужно изучить и исследовать на предмет того, да, насколько это реалистично. Например, того, насколько это соответствует действительности. Вот. Что из этого может быть правдой? А что нет? Вот. Следующий момент. Значит, психологически. Не достигли ли вы определенного потолка в том, сколько вы можете получать? То есть, нет ли такого, что вы считаете, что, ну, недостойны большего количества, например, денег? Вот. То есть, нет ли у вас вот таких мыслей? Это может быть покажется смешно, это может быть покажется как-то глупо, это может покажется странным. Но довольно много людей, довольно много людей запрещает себе, ну, вот, доход, ну, с определенного уровня, вот. То есть, заход определенного уровня человек себе запрещает, вот. Я не знаю, я не знаю, конечно, ну, ваша ли эта история, да, то есть, про вас ли эта история или нет. Ну, а вот, такое бывало. Следующее, следующее. Значит, вы пишете, что от года к году у вас был плюс, а тут вы пошли вниз, и вам страшно. Это говорит о том, что вы, вот, сам рост, ну, или, вот, саму тенденцию к росту воспринимаете в качестве самоцела. Сама тенденция к росту воспринимается вами как самоцель, вот. И когда вы в чем-то ошибаетесь, или когда ваша эффективность падает, а это нормально, что ваша эффективность падает, потому что, ну, человек не может, да, вот, на постоянной основе, да, все время, выдавать, ну, стабильный результат, вот. То есть, нормально, когда эффективность снижается, иногда, ну, иногда, иногда, да, вот, но у нас это вызывает страх. Ну, это говорит о том, что вы себе запрещаете, вот, запрещаете ошибаться, вот. Запрещаете себе, вот, запрещаете себе, как бы, ну, совершать какие-то ошибки, возможно, понимаете? Это, то есть, означает, что вы держите себя в напряжении, постоянно, вот. Ну, заставляете себя. Хотелось бы узнать, так ли это на самом деле? То есть, что такое для вас успех? Как вы его, этот успех, для себя видите? Вот. Очень бы хотелось это преследовать. Что ж. Дальше. Вы пишете, что у вас страх, значит, и получается, так, страх, того, что скажут, скажут, скажут учредители. Вау. Я думаю, что здесь проявляется ваша потребность немножечко снять ответственность с себя. Я думаю, что вам тяжело. Я думаю, что вы много, вероятно, на себя берете и устаете. Вам хочется освободиться, вы чувствуете себя несвободным. Отсюда такие вот мысли по поводу того, что скажут учредители, и страх там все потерять. Это от внутреннего давления и сжатия возникает. Все возникает. Вот. Вы пишите, что вас совесть мучает. Тоже хотелось бы увидеть. Совесть это вина. То есть вы себя вините. С точки зрения психологии, самообвинение это забред на обвинение кого-то извне. Поэтому надо бы поискать, кого вы хотели бы обвинить. Кого вам хотелось бы обвинить. Неважно, справедливо или нет. Просто с точки зрения выражения эмоций. С точки зрения отреагирования их. Следующий момент. Вы перечисляете свои позитивные качества. Вы стали рассчитывать, что я вот такой, 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 такой. И у меня есть такое чувство. У меня появился образ человека, который требует от себя быть идеальным. То есть это вот типа может быть перфекционизм. Да, некоторые у вас. Я не думаю, что нарциссизм. Но перфекционизм, вероятно, присутствует. Но самое главное... Да, это надо проверять, присутствует он или нет. Но самое главное то, что... А что если это не так? Что если вы ошибаетесь на свой счет? Что если вы не хотите быть таким активным? Не хотите быть таким ответственным? Не хотите быть креативным? Не хотите располагать людей к себе? Не хотите быть честным? И так далее. То, что вы уперлись по толку своего дохода, означает то, что вы перестали быть собой. И если вы действительно перестали быть собой, то вот путь к тому, чтобы стать собой, лежит как раз таки в корректировании этих характеристик, которые вы написали. Или добавление новых характеристик к тому, что вы написали, это определенная работа, Сергей. Поэтому никто вам точно не скажет, что именно вы делаете не так. Нужно больше материалов. С точки зрения психологии существует еще и страх успеха. Я боюсь успеха. Мне комфортнее, когда я не очень успешен. Я могу оглядываться на других людей, смотреть на них, сравнивать себя с ними, опираться на них. Если же я стану успешным, опираться мне будет не на кого. Поэтому тут может быть страх успеха. Это самооценка и контакт с собой, со своим внутренним миром. Все это, понятное дело, можно скорректировать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго.